на связь. Но запись завтра буду делать. Вот этого интерактива, вот этого семинара, этого однодневного, одновечернего семинара. Кто в Киеве будет, обязательно приходите на семинар. Значит, слушайте. Сейчас. Я, по-моему, не объявлял, да, адрес? Я в сетях, в социальных сетях я уже выставлял, в принципе, информацию предварительно. Вот, значит, в эти дни. Сейчас я еще раз перепроверю просто и дам адрес. И если даже вы сами не в Киеве, то вы можете вашим киевлянам позвонить, сообщить вашим друзьям в Киеве, родственникам, знакомым. Пусть приходят. Сейчас откроется, мне тормозит компьютер. Да. Сейчас откроется. Вот так вот. Так, есть. Нашел. Значит, адрес завтра в 18.00. Интерактивный семинар. История христианства, Пасха. Темы будут. Адрес. Город Киев. Улица Мельникова, 81-2. Духовный центр. Актовый зал. Там много всяких залов. Именно в актовом зале. В центральном актовом зале будет. Город Киев. Еще раз. Мельник. Улица Мельникова, 81-2. Мельникова, 81-2. Там много церквей разных собираются. Арендует помещение. И там актовый зал. Это недалеко от Лукьяновки, Дорогожичи. Вот между станцией Дорогожичи и Лукьяновка. Наверное, ближе к Лукьяновке даже. Где вот мотозавод. Знаете, да? Наверное, там ДК мотозавода. И вот чуть дальше, ближе к Лукьяновке. Вот. В принципе, место удобное для нахождения. Вот. Недалеко от станции метро этих. Вот. Пусть Бог благоставит. Завтра всех жду, кто сможет быть в Киеве на этом семинаре. Улица Мельникова, 81-2. Да. Ну и кто в Киеве, тоже киевляне, если есть ноутбук хороший, вот, планшет, который не виснет, который работает, вот, то, значит, тоже можете посеять завтра. Вот. У вас есть еще возможность завтра как раз прийти, как раз, и посеять на служение Господу. Вот так вот. Вот. У меня был хороший ноутбук, значит, и не один уже хороший ноутбук у меня был. Вот. Но их забирала у меня полиция при обысках. Вот. И до сих пор не вернули ни тот раз, ни этот раз. И уже три ноутбука забрали у меня хороших. Один я, который с Америки привозил. Вот. Там купил на сейлах. Вот. Значит, потом, который меня отец Сергий благоставил, наш, из Гомеля, Николаенко. Значит, хороший тоже ноутбук. Новый прям вообще. Прям в упаковке все было. Только начал работать. И потом при обыске опять полиция забирала все. В России все. В Украине, слава Богу, свободно. Здесь я могу свободно пользоваться. Даже здесь ни с обысками не приходят, значит, там, служение не срывают. Полиция здесь не переписывает, не штрафует. Вот. Ну, вот благодать. Я говорю, в этом отношении в Украине своих много проблем всяких, конечно, здесь. Но вот, что касается свободы совести, слава Богу. А это хороший знак. Это хороший знак. Потому что если есть свобода совести, все остальные свободы, они из этого произойдут. Поэтому все тираны стараются именно свободу совести задушить. Потому что задушив свободу совести, все остальные свободы, как семечки щелкать, просто задушить. Вот так вот. Хорошо, да. Ну, и напоминаю тоже в конце этого эфира, кто смотрел, еще кто-то остался, еще даже. Слава Богу, до конца кто-то досматривает. Это радует. Благоставляю всех вас благоставением священническим, благоставением Аароновым, ну, Божьим благоставением, благоставением Коэнов. Истние чисел 6 главы. И благоставляю не только вас, друзья, но и кто видео потом будет смотреть, это потом в записи. И, и, да, Татьяненко, я вас люблю, благоставляю, да, уже по такому вот, как бы, по этим семинарам, прямым включением уже вас так уже с удовольствием так вот отмечают для себя. Да, слава Богу, значит, и, на здоровье, слава Богу, значит, и благоставляю, конечно, и все, кто, значит, онлайн подключаются, кто не имеет такой возможности подключаться онлайн, допустим, а вот потом в записи смотрят тоже немало таких братьев, сестер. Вот, и пишут потом, вопросы задают, много своих старых знакомых я обнаружил так через вот такие просмотры, комментарии потом по просмотрам, слава Богу. Кирилл, если смотришь, привет огромный всем, всем привет огромный. Да, значит, и благоставляю всех вас этим благоставением, и еще напоминаю, что этот год, 2018, да, это год, значит, 70-летия Израиля. 70 лет назад совершилось чудо, геополитическое чудо. Вот я назвал чудо, сегодня, допустим, рассказал о некоторых чудесах, из Библии, допустим, чудеса исхода, казни египетские назвал, да, кровь назвал, да, жаб, мошек, вот эти первые три казни. Вот, значит, и также сегодня рассказал о чудесах некоторых вот своей жизни и своей жизни. Вот, из жизни Кореи, Израиля, вот, Лиджи Рока вспомнил сегодня добрым словом. Вот, его команду, я познакомился с его командой, ну, частью его команды, это потрясающие братья, молитвенники, посвященные, очень посвященные Богу люди, просто беззаветно. Я очень был благодарен, вот, я увидел людей очень сильно, ну, как бы, я вижу много людей, очень, так вот, беззаветно служащих Господу, или заветных, а правильно сказать даже, вот, действительно любящих Бога. Ну, там я увидел настолько, вот, это, прям в системе, они, вот, действительно живут, прям вот, живут этим. Вот, поэтому часто корейский народ благоставляю. Корейцы вообще молодцы, очень трудолюбивый народ. Вот, у меня много корейцев друзей, просто, вот, протестантских служителей, священников, очень много корейцев у меня друзей. Ну, наши корейцы, в основном, украинских, российских корейцев. Вот, и я смотрю, многие из них, вот, действительно, очень большие трудяги. Очень, и во всем, будь это в бизнесе, будь это на кухне, будь это за кафедрой, где угодно вообще. Очень хороший пример подают братья нам. И дисциплинированности, и собранности такой, вот, организованности, слава Богу. Вот, и, знаете, но хочу молиться сегодня за Израиль. Бог, я вот о чудесах говорил, но есть чудеса не только касающиеся, там, допустим, там, всего, там, людей, отдельных, отдельных граждан, отдельных народов. Целые, огромные, такие, геополитические чудеса в исполнении библейских пророчеств. И вот одно из таких чудес, это в 20 веке, наверное, самое великое геополитическое чудо, это возрождение Израиля, еврейского государства. В 1948 году, в мае 1948, как раз, вот, кстати, на мой день рождения, 14 мая, чудо произошло, только я 69-го года родился, да, 69-го года. А в 48-м, 14-го мая, вот, Израиль был возрожден. А в 67-м, получается, в 67-м чудо произошло, Иерусалим снова стал столицей еврейского государства, 50 лет назад. Вот, 51 год уже. Вот, и это действительно Божье чудо, вот, которое, скажу так, ну, надо почтить, почтить. Вот, слава Богу за все. Благоставляю вас, друзья, благоставляю во имя Господне. И благоставляю Израиля сегодня во имя Иисуса. Благослови тебя, Господь, и сохрани тебя. Да, призрит на тебя Господь светлым лицом своим, и помилуй тебя. Да, обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Бешем и Ишуа ганашиах. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Пусть Бог Авраама Исаака Якова благословит сегодня всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, всеслушатели, зрители. И пусть Божья Пасха свершается. И сегодня, сейчас уже вечер наступил, уже вот 7 часов вечера по киевскому времени, часы перевели, 8-й час. Уже наступило 12-е число месяца Ниссан, а ВИФ. Первого месяца, если считать от исхода нашего, как Бог и сказал в 12-й главе книги Исхода. Слава Богу. Так что начался уже новый день, 12-е число. И был вечер, и было утро. День, уже, уже 12-й день месяца Ниссан. Сегодня, если, правда, не облачно, но, как бы, если будет ясно у вас, то можете посмотреть, луна уже прибавляется. Уже еще не полная, но уже почти полная. Вот, само полнолуние этого месяца будет у нас в этом году с 30-го на 31-е марта. Вот. То есть, с 14-го на 15-е Ниссана. Вот. Это святая ночь, ночь бдения, ночь исхода. Ночь, когда мы действительно благодарим Бога за наш выход, наш исход. Слава Богу. Ну и будем слушать опять, наверное, да, эту песню. Let's my people go. Это звучит в вечности. Этот голос звучит в вечности. Отпусти народ мой. Спасибо, Господь. Спасибо, Боже, за все. Спасибо. Милостивый, добрый, благой Отец. Благословляю всех вас, друзья. Обнимаю всех, целую, благословляю во имя Господа Иисуса. Слава Богу. Он наша Пасха. Христос наша Пасха. Аллилуйя, Аллилуйя.